Дорогая церковь, слава Богу за это прекрасное пение, за возможность быть вместе с вами в Доме Божьем. Не знаю, если когда-то у вас была, может, такая ситуация, где вы с кем-то разговариваете, и кто-то в разговоре говорит, что я вот знаю такого известного человека, который, может, многие знают, или проповедник, или писатель книг. И мы обычно спрашиваем, а как ты долго его знаешь? Кто-то может сказать год, два, кто-то может дольше. И тогда у нас сразу следующий вопрос. А расскажи немножко про нем. Какой он на самом деле? Не тогда, когда на экране мы видим человека, или когда он пишет книги, а на самом деле мы хотим знать немножко про этого человека. И знаете, потому что мы не знаем человека просто так, когда мы не общаемся. А когда кто-то пообщается с человеком, он может немножко рассказать про него. Вы знаете, у учеников было что-то подобное. Они знали Иисуса, они ходили с Ним три года, три с половиной лет. И они вроде бы знали Его, но они только поверхность Его знали. Потому что помните, даже Филипп, который вроде ходил всегда с Иисусом, он говорит, покажи нам Отца, мы хотим знать Отца. А Иисус говорит, сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня? Филипп, он говорит, видишь, и Меня видел и Отца. Разве ты не веришь этому? Разве ты не веришь, что Отец во Мне, и Он во Мне? Филипп не знал Иисуса того, которого интимного, ту настоящую цель, до которой Иисус пришел, Филипп в то время еще не знал. Или когда ученики говорили, восстанови нам Царство, которое мы ожидали от Отцов наших, мы хотим, чтобы ты сел на трон. Люди не знали настоящей цели, по которой пришел Иисус на эту землю. Но если вот нас кто-то спросит, вот неверщий человек, расскажи мне про твоего Иисуса, как ты общаешься с Ним, что ты знаешь, что ты можешь рассказать про Него, можем ли мы рассказать, не просто какой-то один текст процитировать, но действительно, что Иисус нам учит, как Он хочет нас изменить, какой Он есть и что Он хочет в нас видеть. Название моей проповеди сегодня – «Как хорошо вы знаете Иисуса!» И текст, который я хотел прочитать, он очень известный. Это Евангелие Матфея, 11 глава, с 25 стиха до конца главы. Я думаю, многие из нас могут это процитировать наизусть, но мы попробуем что-то новое в этом тексте для себя подчерпнуть, потому что мы, может быть, думаем, что это только для неверующих, но здесь Господь очень много хочет нам, каждому из нас, сказать сегодня. «Как хорошо вы знаете Иисуса!» Давайте прочитаем Матфея, 11, 25. «В то время, продолжая речь, Иисус сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных, и открыл то младенцам, ей, Отче, ибо такова было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите Иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо Иго Мое благо и бремя Мое легко». Такой вот мы текст прочитали, и вот мы видим, что здесь Иисус как бы разговаривает с Своим Отцом, Он имеет, может быть, молитвенный какой-то разговор, который записал ученик Его Матфей. Он записал это, и мы видим, что Он говорит, «Славлю Тебя, Отче, что Ты сокрыл что-то от кого-то и открыл что-то другому, другой категории людей. Он скрыл от мудрых и разумных, тех, которые мудрые в своем уме, не тем, которые просто чему-то научились в каком-то учебном заведении. Нет, те, которые мудрые в своих глазах, те, которые думают, что они сами могут понимать план Божьего спасения без того, что Господь сделал на Голговском кресте. Он открыл это младенцам. Вот мы имеем дети здесь бегают, маленькие, кому годик, мы понимаем, что они вроде могут и ходить, могут что-то говорить, маленькие слова, но они постоянно нуждаются в родителей. Если их оставить без внимания, будет большая беда, они очень много могут сделать, потому что они не понимают опасности, их нужно постоянно наблюдать, пока они вырастут. И вот таким Господь открывает тайну свою, таким младенцам, которые понимают, что без Бога мы ничего не можем. Без Бога мы не сможем понять план спасения, потому что вот это бремя лежит на плечах у людей, которые думают, что они сами могут достичь Божьей праведности, но здесь он говорит, младенцам открывает, те, которые еще не запачканы вот этим грехом этого мира, вот таким Господь хочет, чтобы мы с таким сердцем пришли к Нему и раскаялись перед нашим Господом. И он дальше немножко опять это повторяет, он говорит, и никто не знает сына, кроме отца, и никто не знает отца, кроме сына. И добавляет, кому сын хочет открыть? Кому сын хочет открыть? Кому Господь хочет открыть своего отца, отца небесного, которого мы также называем своим отцом? И здесь он отвечает, он выше ответил уже, он хочет открыть то младенцам, те, которые приходят, как дети с доверчивым сердцем, понимая, что мой отец или моя мама никогда не сделают мне зла, они хотят только добро, и также с таким же доверчивым сердцем мы можем приходить к Иисусу нашему Господу. Я хотел предложить такие три мысли, которые вот истекают из 28 стиха по 30, чтобы посмотреть, действительно, как хорошо мы знаем Иисуса, и это будет касаться и тех, кто еще не встречался с Ним, и также нам, которые уже всю жизнь, может, прожили со Христом. Три мысли хотел предложить. Первое, это мы можем познавать больше об Иисусе по Его приглашению. Мы видим, Он приглашает, да? «Придите ко мне все, труждающиеся и обремененные». Он стоит у двери и стучит, Он не идет, не ломится с выдергой, чтобы открыть эту дверь. Он никогда так не делает. Это не характер Иисуса. Он стучит нежно, и Он призывает. Мы знаем, что в Библии очень много призывов есть прийти к Богу, но очень редко есть такое «отойдите от меня». Очень несколько раз только Господь это говорит. «Отойди от меня», делающий беззаконие. Чаще всего Господь призывает, Он хочет, чтобы мы пришли к Нему и доверились Ему. Мы также видим, кого Он приглашает. По Его приглашению мы видим, что Он зовет тех, которые, может быть, мы сами не хотели бы приглашать. Когда мы зовем кого-то в гости, мы зовем тех, которые, может, чем-то похожи на нас, не имеют никаких таких больших проблем, да? Потому что, когда мы зовем кого-то извне, то мы понимаем, что здесь больше заботы, нужно как-то подойти к этому правильно. Но Иисус зовет всех. Он приглашает и тех, которые обременены вот этим тяжким игом закона, и тех, которые никогда не знали Христа язычники и не знали о Божьем законе, и таких Он тоже зовет, которые тоже обременены тяжким грехом. То ли они знали закон и не могли исполнить, то ли они никогда не встречались с законом и не знали, что Господь хочет от них. Эти люди все обремененные. Они несут эту тяжесть на своей спине. Как подобно, кто читал книгу «Путешествие в Пилигриме», этот христианин, который носил эту тяжесть бремени и пытался какими-то другими путями снять его, и он не мог снять, пока он не склонился у Голговского креста, и тогда это бремя снимается. И так это подобно происходит и в нашей жизни. И мы знаем, что здесь Иисус, Он не говорит «Придите ко Мне все мытари, и Я научу вас правильно поступать, чтобы вы не воровали людей». Он не говорит «Придите сюда, все блудники, и Я вас научу жить правильно». Он специально говорит «Общее», Он включает сюда «все». Все мы можем сюда вписать свое имя. Когда-то мы были в этой категории, а кто-то еще и находится здесь, пока еще не примирился с Господом. Пророк Исаия говорит, 1 глава, 18 стих, тоже говорит о том, что мы можем прийти, и тогда что-то мы можем получить. Исаия 1, 18 говорит, «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши как багряные, как снег убелю, если будет красный, как пурпур, как волну убелю». Но здесь сказано, тогда придите, и тогда будем рассуждать. Но если мы не придем, если мы не откроем свое сердце Господу, это невозможно. Знаете, эти люди были обременены, потому что они не могли достичь Божьих стандартов, с которыми он здесь вот разговаривает. Как бы вначале мы видим, он говорил со своим отцом, и потом он поворачивался к людям и говорит, «Придите ко мне». Он видел, что там были люди, которые старались исполнять закон, старались жить правильно, но не могли иметь правильных отношений с Богом. И вот Иисус как раз таких людей приглашает. Мы знаем, что Он приглашал и хромых, и ходящих, и прокаженных, и чистых. Он приглашал и фарисеев, и мытарей, приглашал и богатых, и бедных. Он не только одну какую-то категорию людей звал. Вот мы знаем, что фарисеев, Иисус имел очень большой конфликт с фарисеями, хотя, наверное, с его стороны фарисеев это был больше конфликт, но мы знаем, что Он также и хотел, и приглашал этих фарисеев, потому что мы знаем, Никодим, он пришел, как этот младенец, когда в Евангелии Иоанна, он говорит, ты должен родиться свыше, ты должен стать, как этот младенец. И вот такой фарисей, известный учитель, он тоже стал последователь Христа. Так что он зовет и фарисеев, и также тех мытарей, которые тоже жили без Бога, так же, как и вот этот Матфей, который пишет это нам сегодня. Мы должны запомнить, что Иисус никогда никого не давит и не заставляет, Он всегда приглашает, придите ко Мне. Мы знаем, что дьявол, он действует совсем наоборот. Дьявол хочет обольстить человека, и весь мир так хочет обольстить, чтобы не было другого выбора, и тогда ты обязан идти и делать то, что дьявол хочет, чтобы ты сделал. Тогда уже дьявол не приглашает, приди ко Мне. Он такие ситуации составит, и ты просто будешь вынужден делать то, что он хочет, если мы позволяем дьяволу иметь место в нашем сердце. Это что-то подобное. То, что происходит в наше время, в мире, вот мы видим, что дьявольская система, она давит на весь мир, чтобы люди что-то взяли, то, что им не нужно. Люди не хотят принимать какую-то вещь, то, что предлагает этот мир, но дьявол давит это, чтобы весь мир пошел на то, что дьявол хочет. Мы понимаем, что Бог никогда не давит, Бог всегда предлагает. И когда мир что-то давит на нас, мы должны понимать, что это не от Бога, что Бог всегда только предлагает, и хорошее никогда не давит, хорошее только предлагает. И вот то, что мы видим в мире, предлагается, братья и сестры, мы должны хорошо на это смотреть открытыми глазами. Дальше мы видим вторая мысль. Мы можем познавать больше об Иисусе по Его обещанию. Мы видели на то, что мы видим Его приглашение и также Его обещание. Обещание Его очень прекрасное. Он говорит, я успокою вас. Я успокою вас. В английском переводе I will give you rest или я дам вам свой отдых, свой покой. Я его дам. Эти люди наверняка всю жизнь искали этот покой, но не могли получить. Иисус говорит, что во Мне исполняются все эти обещания. Во Мне они исполняются, потому что Слово Божие говорит, все обетования в Боге. Да и Аминь. То есть все обетования в Нем. Да и Аминь. То есть в Иисусе Христе Он исполнил все эти обетования, которые от самого начала, когда Адам согрешил, уже Бог тогда сказал, что придет Тот, Который наладит этот покой, Который был потерянный. Когда Он придет и раздавит голову этому змею, хотя Он будет его жалить в питу. Иисус здесь говорит, что Я успокою вас. Но что это значит на самом деле? Мы никогда не сможем это понять через чтение каких-то книг, которые люди пишут об этом мире. Или мы не сможем никогда понять это через словарь, который объяснит слово покой. Это только нужно пережить. Это то, что Господь дает, этот покой. Помните, когда Ной родился, его родители настолько верили и ожидали, что Он принесет этот покой. И они назвали его этим именем – Покой Ной. Но мы знаем, что этот покой действовал очень короткое время, когда он вышел из ковчега. Начали люди размножаться. И сразу этот грех продолжал распространяться так же, как он был. И до потопа, потому что покой мог принести только Мессия и Иисус Христос, а не Ной, которого назвали родители. Они хотели иметь этот покой. Мы знаем, что когда Бог сотворил Адама, Он сотворил его на шестой день, и в следующий день он вошел в покой. Так что, когда Адам, Он был сотворен, Адама в следующий день уже был введен в покой. Так что, Он ничего не знал, кроме покоя. И как жалко, что этот покой был нарушен тем же самым дьяволом, который хотел обольстить его, что ты будешь как Бог, ты будешь иметь что-то, то, что у тебя сейчас нет. Знаете, многие люди пытаются заполнить вот эту пустоту в сердце, найти покой в мирских вещах каких-то. Вот, например, Евангелие Луки 12, 19 говорит, что был человек, который хотел упокоиться какими-то вещами, которым он закопил или заготовил. Евангелие Луки 12, 19 сказано, «И скажу душе моей, душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему, «Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, и кому же достанется то, что ты заготовил». Вот это слово очень важно отметить, «покойся». Это то же самое слово, которое Иисус говорит, «Я дам вам покой». Этот человек хотел найти свое успокоение в этих запасах. И я не думаю, что здесь Господь говорит, что мы не должны думать о будущности, готовить какие-то запасы, сохранять деньги, чтобы не все сразу тратить, чтобы жить в долгу. Не об этом говорит. Он говорит, что если мы даже что-то закопили, мы не найдем никогда покой в этом, а именно в Иисусе, потому что придет время, и все запасы могут забраться у нас. А в чем тогда останется наш покой? Это только в Иисусе. Братья и сестры, человечество всегда боролось с беспокойством после того, как произошло грехопадение. И вот пока Иисус не пришел, это беспокойство не могло решиться. Оно только решилось у Голговского креста. Но вопрос такой я хотел задать. Как Иисус смог приобрести для нас этот настоящий покой? Что Он должен был сделать? Дорогие мои братья и сестры, Иисус, Он должен был почувствовать это беспокойное состояние нашего человечества. Он вошел туда, и помните, на Гефсиманском саду, когда Он тосковал и скорбел, и в глубокой тревоге Он действительно почувствовал это состояние беспокойства. И вот в этом состоянии Он пережил это, и Он теперь заменил это беспокойное состояние этим миром, этим покоем, который только можно получить верою в Иисуса Христа. И очень знакомый текст для нас также из пророки Исаия. Пророк Исаия, 53 глава, 5 стих. Я думаю, мы все знаем наизусть. Но Он изъязлен был за грехи наши и мучен за беззакония наши. И следующая фраза. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Знаете, читая этот текст, я раньше думал, что наказание мира, это говорит о мире, в котором мы живем, мир, как глоб, как космос, вот этот мир. Но это говорит о мире, как покое, как раз вот это слово, которое мы говорим, Иисус дает нам покой. Так что вот это беспокойное состояние Он взял на себя, и взамен Он дал нам настоящий покой. Вот поэтому сказано, что ранами его мы исцелились, теперь мы и можем иметь настоящий этот покой. Последняя мысль перед молитвой, это мы можем познавать больше об Иисусе по его характеристикам, по его характеру. Вот то, как здесь описаны его характеристики, что больше всего характеризует Христа, это вот как раз вот этот 29 стих. Он говорит, что мы должны чему-то научиться от Иисуса, Он есть самый хороший, самый правильный Учитель. Он есть Учитель, который чему-то хочет научить нас. И когда мы приходим с Нему, как бы, как эти младенцы приходят, как наши дети приходят к нам и чему-то хотят научиться от нас. Если у нас есть такой настрой, то Господь будет нас учить, Он будет открывать Свою волю нам. Он может научить нас о своей кротости, но это не то, что можно просто умственно понять, это действительно нужно пережить. И Господь будет такие обстоятельства нам давать, чтобы научить нас этой кротости, потому что это не может просто прийти само по себе. Этому нужно научиться. Мы можем научиться кротостью через Иисуса Христа, потому что мы понимаем, что кротость – это не слабость, как, может, некоторые думают. Это такой человек, которым можно свободно манипулировать. Кротость – это просто сила под контролью, и мы понимаем это, как вот дикий конь, который не может принести никакую пользу. Он бегает в лесу где-то, и если хозяин хочет его смирить, он может его пользовать. Эту силу может смирить, чтобы потом пользовать его для блага своего Господина. Он может что-то сделать полезное с этим конем. И также вот Иисус говорит, что вот, когда мы имеем это кроткое состояние, мы понимаем, что мы в смирении, мы идем и отдаемся в волю нашего Господа Иисуса Христа. Помните, как Иисус, Он оставил славу неба и пришел на землю, и Он смирил себя, да? Он не почитал быть равным Богу хищением. Он оставил намного больше, чем каждый из нас когда-то может представить, и Он пришел и стал не просто человеком, но рабом, тот, который должен был умереть за грехи всего человечества. Дорогие мои братья и сестры, Иисус говорит о том, что Он будет всегда рядом с нами нести вот это бремя, вот эта тяжесть, не тяжесть, а вот Он будет идти с нами, и Он говорит, что Его бремя легкое. Вот смотрите, как здесь сказано, и Его мое благо, и бремя мое легко. Он будет нести эту тяжесть на себе, и мы должны просто идти рядом с Ним. Он будет нести это на своих плечах, и Он говорит, что бремя мое легко. Он не накладывает какую-то тяжесть на нас, которую мы не можем нести. Единственное, что Он накладывает на нас, это белые одежды, которые будут с нами, когда мы пристанем перед Ним. Вот эта вся тяжесть, которую Иисус накладывает, Он не будет накладывать на нас то, что бремя. Он будет вкладывать наше сердце, наше желание исполнить волю Его, и быть послушным, и освящаться. Это будет Он вкладывать, но это не будет считаться как бремя. Это, наоборот, наша обязанность. Мы будем понимать, видя Иисуса, и как Он смирил себя, мы будем говорить, Господи, я хочу преображаться в образ Твой и быть таким, как Ты. И вот мы увидели из этого текста, просто очень знакомый текст, но мы видели, как Он приглашает нас. Он приглашает всех, и, может быть, кто-то сегодня еще не откликнулся на этот призыв. Кто-то еще носит эту тяжесть. Сегодня не выйдите из дома молитвы, пока вы не справитесь с этим бременем, потому что только Иисус может его убрать. Но какое Он обещание прекрасно дает, что Он даст нам покой, настоящий покой, этот мир, который ничем другим не может заполниться, ни наркотиками, ни каким-то свободным образом жизни, ни все, что предлагает этот мир, не может заполнить, не может дать нам этот покой. И какие у Него прекрасные характеристики, мы видим, что Он смирен и Он кроток. И это только одна часть из всего того, что сказано в Библии. Но без этого невозможно иметь другое. Невозможно любить, когда кто-то гордо поступает. Невозможно прощать, когда кто-то надменно ведет себя с другими людьми. И все, что Иисус имел, мы видим, Он пришел в кротости, в смирении, и тогда мы видим и любовь, и сострадание, и прощение, и все остальное выходит из этих качеств. Да поможет нам Господь иметь это качество, и ценить это, и славить нашего Господа в нашей жизни. Мы помолимся Господу нашему. Аминь. Аминь.